Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Рады приветствовать вас на нашем семинаре. Тема крайне интересная для историков и реставраторов, исследователей, коллекционеров. Тема очень важная, тема связанная с определением подлинности предметов и четкой атрибутации датировки. Тема для музейных работников, в том числе, имеет, наверное, первостепенное значение, кто занимается изделиями из драгоценных металлов. Не всегда ее понимает, к сожалению, та же самая Академия наук, которая нам, одну из тем по исследованию, клеим. К сожалению, забраковал. Мы не можем понять причину. Они этого не понимают, но мы все, кто здесь собрались, знаем, для чего это. Я надеюсь, что сегодня прозвучают любопытные доклады, и мы сможем подискутировать, обсудить. Надеюсь, что всем будет интересно и полезно. Еще раз рада вас всех приветствовать и будьте здоровы. Спасибо. Давайте начинать. Анастасия Сергеевна, я передаю вам слово. Да, коллеги, я хотела добавить, что у нас сегодня не просто научно-методический семинар, а еще и семинар, приуроченный к очень приятному событию, а именно выходу научно-методического пособия, автора которого, собственно, среди докладчиков и представят его еще дополнительно и подробно. В самом начале, чтобы хотелось отметить, что у нас мероприятие онлайн, поэтому по его завершению будет доступна видеозапись на YouTube-канале Института, о чем мы сообщим по мере ее готовности. Кроме того, собственно, самый главный вопрос, который, наверное, будет интересовать в контексте научно-методического пособия. Как его получить? Бумажные экземпляры книги находятся в отделе научной реставрации произведений из металла «Гуснеер». У отдела есть своя почта электронная, которой они активно пользуются, поверьте. Соответственно, я предлагаю сделать каким образом? В течение семинара я в чат напишу адрес этой электронной почты, и все, кто захочет получить пособие в бумаге, вы просто пишите по этому адресу, оставляйте свою заявку, связывайте с коллегами, которые уже, собственно, смогут вам выдать бумажный вариант научно-методического пособия. Да, коллеги, мы сразу просто просим прощения для тех, кто находится не в Москве. Поймите правильно, мы не и. У нас довольно сложно будет решать вопросы с отправкой зданий в другие страны, в другие города. Если можно, давайте мы это сделаем, ну, такой в своем кругу, через своих таким-то образом, чтобы просто и нам облегчить жизнь и сделать вам приятным. Либо, как вариант, напишите сразу в заявке, что вы хотели бы получить электронную версию PDF-макет. Его тоже можно будет отправить по вашим заявкам. И электронные варианты бумажной версии издания абсолютно бесплатные, это, собственно, позиция института. Поэтому будем рады получить ваши заявки и по мере возможности, по мере получения, вам передать пособие в том виде, в котором вам удобнее будет с ним работать. И еще раз немножко по поводу нашего регламента. У нас с вами четыре выступления. И, собственно, я думаю, что по каждому из докладов вопросы можно задавать в чате. Можно, в принципе, поднимать руку и поступать устно. Как вам удобнее. Но, соответственно, наверное, это будет проще сделать после каждого из выступлений, либо в самом конце нашего семинара. Спасибо. Тогда вводную часть мы, наверное, на этом закончим. И как раз перейдем, собственно, в презентацию пособия, которую мы вам немножко уже представили. Антон Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. На сегодняшнем семинаре мы представляем новое издание «Посмира». Клема пробиранных мастеров. Она идет левым вариантом. А хотя не читается. Читается нормально? Зеркально. Зеркально. Хорошо. Мы вам представляем книгу «Научно-методическое пособие. Клема пробиранных мастеров Санкт-Петербурга. Второй половины XIX века». Немножко истории. В конце XX века в России наша формироваться открыт антикварный рынок. И появились люди с официально достаточно большими деньгами, которые решили заниматься коллекционированием предметов декоративно-прикладного искусства из драгметаллов. В СССР так же существовали эти коллекционеры, но они и сами являлись знатоками. И особенно ненуждаясь в экспертах в этой области, а уж тем более в личных заключениях. Новые русские, естественно, не имели такого опыта и знаний в этой области, и зачастую рассматривали коллекционирование как выгодное вложение денег. Следом потребовали специалисты, которые могли бы определить подность предмета, представленного на экспертизу. В конце XX века в отделы реставрации металла стали обращаться с экспертными заключениями изделиями из ДПИ и драгметаллов. Опыт и квалификация сотрудников отдела позволяли определить подлинность изделия, исследовать технологии, готовление, конструкции, следы бытования и так далее. Но у нас не было опыта исследования клеем и атрибуции. Более того, обращения за информацией к литературным источникам, а других в то время и не было, показалось, что сковерное вызывание информации о клеем изделия из ДПИ практически отсутствует. Единственная книга в то время, это была работа Хостникова и Лесевой с авторами, но, к сожалению, здесь тоже обратное изображение, но она достаточно известна в чем, кто занимается этим вопросом. Здесь надо сказать, что в этой книге опубликованы прорисовки клеем и достаточно небольшого диаметра, размера, извините. Вот просто, чтобы мы себе могли представить. Вот прорисовка клейма из постника Лесевой, вот отпечатанное нами клеймо. Про это надо сказать, что в базе данных, которая к этому моменту была создана, это клеймо можно разогнать, ну, где-то с метра до пятидесяти, не теряя качество изображения. Книга после Кавлосева, как мы сейчас уже, на основе нашего опыта, можем сказать, что эта книга имеет массу недостатков. Не то есть прорисовки, ошибки в докировках, принадлежности клеем, как мастерам-изготовителям, так и приберерам и так далее. Больше того, в этой книге некоторые неплохо в подобных мастеровках вот таких клеем, с такого плана, вот таких, которые в основном в XIX веке, их в большей количестве, понятно, почему это происходило, прорисовку таких клеем сделать тяжело. Поэтому после Кавлосева давала три отдельных клейма. Пробирный мастер, проба и, соответственно, городское клеймо. Но, тем не менее, на сегодняшний день все равно эта книга является наиболее полной по информативности. Еще раз хочу заметить, что полноценные исследования предмета возможны только в комплексной форме, где одним из важных этапов является исследованный клеем проставленных на изделии, так как именно они указывают время и место изготовления предмета, а также определяют мастер-редставители или фирмы. Мы пришли к выводу, это наше, так сказать, знание на тот момент, мы пришли к выводу, что в конце XX века практически отсутствует информация о клеемах, необходимые эксперты для проведения экспертиз. А слова некоторых экспертов, что у них глаз постреляющий, они помнят клеемы наизусть, но не выдерживают никакой критики. Ну, просто вот дальше мой коллега будет делать доклад о клеемах Фаберже, просто клеем Фаберже большое количество, и внешне у них очень много сходства. И запомнить это все, ну, я не знаю, может быть, какой-нибудь там суперкомпьютер может в голове у человека. Для устранения нехватки о достоверной информации вводили реставрацию металла «Госнивер». Была начата работа по созданию информативной базы на изделиях ДПИ с драгметаллов. Эта работа ведет с нами больше 25 лет. И в настоящее время в Басе, в «Госнивер» постоянно пополняется информация, база данных российских клеемов на изделиях ДПИ с драгметаллов. В настоящее время нас содержат более 3700 папок, в которых достаточно подробно отфотографированы сами предметы, а также через микроскоп клеемы проставлены на этих предметах. Клеемы совершенно тупо фотографируются все. Даже плохо проставлены, даже не полностью проставлены, потому что накопление такой информации и дает нам возможность сравнивать клеемы между собой. Сравниваем их между собой на компьютере с достаточно большим увеличением, с достаточно хорошим разрешением. Больше того, у нас с самого начала была поставлена задача привязки к клеем к изделию. В последнее время появилась работа, например, разведения фирмы Овчинникова, где, скажем, привязывали клеем к предмету, но просто, к сожалению, размер клеем такой, что он не позволяет в случае спорных вопросов как-то обсуждать трудность клеема. Также появились в последнее время книги, посвященные фирме Фаберже, Ларие, Сазикова и ряда других. Сравнивая изображение клеем, вернусь опять же к нашему изданию, достаточно хорошо видно разницу между прорисовками Постникова Лосева и даже небольшими фотографиями, представленными в этом пособии. Кроме того, здесь еще есть достаточно большой текстовой раздел, где проводится уточнение работы мастеров проверных. Все дело в том, что, когда мы только начинали работу, мы столкнулись с тем, что зачастую ни у Постникова Лосева, ни в другой литературе указан, скажем, какой-то период работы мастера, а у нас выходят клеймы за этот период, что могло быть выходить и в ту, и в другую сторону. И как бы поначалу даже мы такие клеймы сильно задумывались, насколько они подлинные. Теперь мы твердо знаем, что у Постникова Лосева, и не только, не всегда точные работы, указанные в периоде работы. Поэтому в этой книжке, естественно, произведены некоторые уточнения. Мы считаем, кстати, вот еще тоже один интересный момент. У Постникова Лосева есть пробирный мастер в Санкт-Петербурге, у которого клеймо встречаствовало в одном году. У нас есть такое же клеймо. Но это пробирный мастер не Санкт-Петербурга, а пробирный мастер Варшавы. И к нам уже несколько раз обращались из музеев со словами, что у них какое-то очень странное клеймо петербургское. И мы сейчас можем твердо говорить, что это клеймо принадлежит, ну, к сожалению, вот это клеймо, которое есть в нашей базе данных. И при не очень хорошей простановке клейма легко спутать якоря со стипетром с двуглавым орлом, который стоит в Варшаве. Это тоже уточнение, которое сделано нами. Мы считаем, что наше пособие будет полезно музейным хранителям, исследователям и реставраторам. Надо сказать, что в случае спорных вопросов, к сожалению, эта книжка тоже не является идеальным пособием. И лучше за консультацией, конечно, обращаться к нам. Мы всегда открыты для консультаций к музеям, реставраторам и так далее. Большое спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Ну, пока мы в чате не видим никаких вопросов. Соответственно, если они появятся, то мы ответим на них после. Пока хочу обратить ваше внимание, что в чат я только что выслала адрес электронной почты отдела металла, где как раз вы можете оставить заявку на получение этого пособия. Да, но раз пока вопросов нет, тогда мы приглашаем нашего следующего докладчика. Это Альберто Товичбеккер, художник-реставратор отдела научной реставрации произведений из металла в Воснеир, который выступит с докладом «Сравнительный анализ имеников московского отделения фирмы Карла Куперже периода 90-х годов XIX века». И если можно, собственно, два следующих доклада посвящены исследованию клейм на изделиях фирмы Фаберже в связи с тем, что в институте реализуется с этого года научная исследовательская тема, посвященная изучению этих изделий. Если можно, в двух словах тоже допомните, что планируется сделать в рамках темы. Ладно, хорошо, это мы со следующим докладчиком обсудим. Спасибо. Иван, а можно сделать? Да, картинки. Ну, тогда я начну. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего доклада «Сравнительный анализ имеников московского отделения фирмы Карла Куперже периода 90-х годов XIX века». Для начала хотелось бы сказать пару слов в целом о вопросе атрибута с предметом ДПИ и дракметаллов и о том, какое место в этом процессе принимает исследование с целью атрибута с клеема. Мы неоднократно говорили и писали о том, что при атрибуте изделий декоративно-прикладного искусства в драгоценных металлах в музеях и частных коллекциях необходимо проводить именно комплексные исследования предмета. Но это комплексный в этом контексте. Означает то, что необходимо исследовать не только стилистические особенности предмета, но и материалы, из которых предмет изготовлен, конструкции, технологии изготовления изделия, а также клеемы проставленные на предмете, так как именно они в случае подлинности указывают на время вместо изготовления и автора изделия. Более 25 лет назад перед отделом научной реставрации произведений из металла Государственного научно-исследовательского института реставрации стала задача атрибуции. И выяснилось, что достоверной визуальной информации о клеемах практически нет. Для устранения этого недоставка была создана и постоянно выполняется база данных по российским клеемам на изделиях ДПИ из драгоценных металлов в конец 17-го, начало 20-го эпоха. Далее я буду называть ее просто база данных. В настоящее время в ней зафиксированы более 3700 предметов с проставленными на них клеемами. Большой массив визуальной информации из базы данных позволяет проводить атрибуции предметов из драгоценных металлов аналитически, сопоставляя клеем и не только с отдельными металлонными образцами, но и следуя временные взаимосвязи друг клеем между собой. Необходимо отметить, что в наших исследованиях мы всегда стараемся сравнить информацию из базы данных и литературных источников. Вот так, например, благодаря сопоставлению информации из базы данных и адрес календарей «Вся Москва», нам удалось выяснить и исправить неточности в фамилиях московских пробереров второй половины XIX века. Об этом мы говорили в других докладах. В этом случае база данных, кроме практического применения, приобретает научную цену. Однако повторюсь, что определение подлинности предмета только на основании клеем является недопустимым и может привести к ошибочным выводам. Нам известны случаи, когда на подлинном изделии ставились фальшивые клеемы ведущих ювелирных ферм России, называемые «усиление вещи» на загоне антиквара. Также нам известны большие изделия с подлинными клеемами. Например, клей мы вырезали из подлинного предмета или его обломка и впаяли в поддел. Поэтому экспертные исследования в ГосНИР всегда проводятся группой высококвалифицированных сотрудников отдела, а при необходимости привлекаются сотрудники ведущих музеев Российской Федерации. Возвращаясь к теме, хотелось бы кратко сказать пару слов об истории фирмы Карла Фаберже. Московское отделение фирмы Фаберже магазин было открыто в 1887 году на улице Кузнецкий мост, по праву снискавший славу бриллиантовой. Карл Фаберже, житель Санкт-Петербурга, состоявший в московском купечестве с 1887 года, начал торговлю бриллиантами на Кузнецком мосту в пассаже в Сан-Галле. Через три года здесь было открыто отделение серебряных вещей. В 1895 году было решено перенести магазин в другое здание доходный дом купеческого общества на Кузнецком мосту 4, возведенный в конце 80-х годов 19 века известным архитектором Камельским. В роскошном магазине фирмы Карла Фаберже продавались изысканные ювелирные изделия, в которых, по мнению современников, высокая художественность была осознана с тщательной добросовестной работой. Фабрику, помещавшуюся в доме Сан-Галле на большом кисельном переулке, заработала в полную силу на рубеже 90-го и 91-го годов 19 века, и первоначально на ней было заметно 50 человек. Помимо серебряного цеха были ювелирные механические граниты. На рубеже веков московская фабрика Фаберже стала самым большим по размерам ювелирным учреждением Российской империи. На ней было около 300 рабочих, в то время как в Санкт-Петербурге трудилось около 100 мастеров различных специальностей. Больше всего московская фабрика славилась своим серебряным производством, которое было много обширнее и лучше поставлено, чем в Петербурге. Особенно популярными были столовые сервизы и туалетные приборы, которые оформляли стиль ракокопа, сельсизм, ампир, а также произведения в так называемом оригинальном русском стиле и, конечно, хрустальные изделия, вазы, графины, кувшины и прочее в роскошных серебряных поправах. Карл Фаберже, поставщик высочайшего двора с 1890 года, оценщик кабинета Его Императорского Величества, был поставщиком почти всех императорских королевских домов в Европе. Теперь перейдем непосредственно к активному докладу, то есть к исследованию клеема. Как я уже говорил, изучение и анализ клеем проставленных на предмете является одним из важных как от исследований, но при этом исследователь должен четко понимать, что делать выводы о подлинности предмета можно только на основании клеем, потому что тут можно допустить ошибки. При атрибуции предмета важнейшую роль играют клеймы пробирного надзора. Пробирные клеемы, изготавливались централизованными на Монетном дворе в Санкт-Петербурге и должны были быть идентичными установленным образцам. Они содержали следующую информацию. О месте клеймения пробирного учреждения, в котором зарегистрированы мастер-изготовители, о пробе, количество драгметаллов в плаве, о годе или периоде времени, когда клеймы были проставлены. В отличие от пробирных, клеймые именники, указывающие на мастера-изготовителя, как правило, изготавливались либо самими мастерами или организациями, следовательно, они могли иметь большое разнообразие. Именно по этому тему разнообразия мы затронем в этом докладе. Типологически клеймые именники фирмы Карла Фаберже можно разделить условно на два типа. Это клеймы, выполненные в рельефном и контррельефном варианте. Мы используем термин выпуклые и вдавненные клеймы. В рамках моего доклада я коснусь только рельефных клейм, так как временные рамки просто не позволят мне провести обзор всех типов именников, использующихся фирмой в то время. Итак, клеймам. Первые выпуклые клеймы, имеющиеся в нашей базе данных, датируются 1893 годом. Этот тип фонсона представлен в базе данных по семью предметов. Вот в данный момент он сейчас в нейтрале. В данном случае мы рассмотрим иллюстрацию при отклеем, стоящих вместе на группе предметов из одного набора. Итак, первый тип, который на экране, это клейма 1893 года в простановке согласно пробиренным клеймам. На предметах следующий ряд клейм на этих же предметах из этого же набора. Тоже два типа выпуклых клеем. Вот на следующем рисунке. Значит, я хотел бы выделить два момента. Здесь первое то, что это именно разные фонсоны, если бы я специально сделал в одной картинке, тут очень наглядно видно, которые использовались параллельно. Второе, что на изделиях фирмы Карла Хаберже наряду с полными клеемами со знаком поставщика двора иммунераторского величества стоят также клеймы вот подобного типа без знаков. Согласно имеющейся в базе данной информации, это клеймо существовало как в 1893, так и в 1894 году. Вот сейчас я покажу фотографии. Значит, это клеймо уже 1994 года. Они были проставлены тем же пуансоном, что и предыдущие. На всех этих фотографиях очень хорошо виден характерный дефект этого пуансона и трещина, которая проходит через букву ее. Вот следующая фотография. Вот. Далее мы рассмотрим, значит, изделия, пробированные в 1895 году. И тут нам встречается новый тип выпуклого. клейма. Вот здесь оно проставлено на краю, не полностью. Этот тип не встречался нам на вещах 1893-1994 году. Вот здесь оно наиболее поздно. И здесь прошло. Данный тип клеем представлен в базе данных 12 предметов. Далее рассмотрим развернутые выпуклые клеемы 1896 года. Это тот же тип клейма, что в 95-м. Но 1896 год представлен в базе данных пятью предметов. Здесь я вот сделал, значит, у меня на этой фотографии клеймы с разных предметов. Я специально свел в одну фотографию, чтобы показать, что тип пуансона один и тот же. Значит, ну, как видно по иллюстрациям, да, это один и тот же тип и один и тот же пуансон, что и в предыдущем 1895 году. Наряду с развернутыми клеемыми именниками фирма Фаберже оставила на своих изделиях сокращенные двухбукленные клеймы Кайр. Наиболее полный обзор этих клеем мы делали на конференции, проведенной Эрмитажем. Сейчас я кратко раскрою вам основные пункты. С атрибуцией изделий московского отделения фирмы Карла Фаберже этого периода существует определенная сложность, вызванная сходством этих сокращенных клеемыми именников фирмы Фаберже и мастерской Фента, известной в период с 1893 по 1908 год. Информации, опубликованной в литературе, недостаточно для уверенного определения принадлежности клеема. Например, как это выглядит под показателем клеем Косникова и Осевой. Приводится вот такая провисовка клеемыми именников мастерской Фента и фирмы Фаберже. И как мы видим на провисовке из этой книги, что у Фента развернутый клеем отсутствует. Но возможно, что оно существует и просто пока не встретилось исследователя. Нам такой клеем тоже не попадалось. Двухтомники Иванова информация о фильме полностью совпадает с информацией из книги Косникова и Осевой, но изображение самих клеем отсутствует. По двухбуквенным именникам фирмы Фаберже в книге Иванова публикованы 9 фотографий как с точкой, так и без. Часть этих фотографий одни и те же клеема в разном увеличении. Опубликованные именники не привязаны к изделиям, также не определены по временной простановке. Среди наших коллег первый вопрос атрибуции сокращенных клеем именников с инициалами КФ подняла Татьяна Николаевна Мунтиан. Мы провели анализ информации с базы данных и пришли к следующим выводам. Мы полностью согласны с выводом Татьяны Николаевны в том, что фирма Карла Фаберже в Москве в основном проставляла на серебряной посуде полное развернутое клеймо Карла Фаберже под государственным гербом. Сокращенный вариант двухбуквенное клеймо стоялся на неосновных деталях подобных изделий или на совсем мелких серебряных предметах о золотых изделиях речной дыры. Иногда на тонких оправах стеклянных и хрустальных вещей. К тому же на продукции московской фабрики Карла Фаберже как правило процарапались фирменные элементарные номера. Мастерская Фента же на изделиях даже достаточно крупных ставила только инициалы владельца мастерской. Вещи этой мастерской объединены и манерой исполнения набором характерных приемов. Они, как правило, украшены легкой гравировкой, иногда схематичной и не слишком детализированной. Как правило, с цветочными мотивами, гравированными и пейзажами в резервах и на изделиях в мастерской нет инвентарных номеров. Московские клейные мемники с инициалами Каева в период 2883-90-х годов следует считать принадлежащими мастерской Фента, так как в это время фабрика Карла Фаберже в Москве еще не работала. Ни в работе Татьяны Николаевны и Мунтиан, ни в базе данных нет клеем мастерской Фента без точек, поэтому мы считаем, что такие клеемы следует относить к мемникам фирмы Карла Фаберже. в мастерской Фента это клеймо ранее не публиковалось. Среди ранних сокращенных клеем мемникам фирмы Карла Фаберже отдельно хотелось бы рассмотреть наклонные клеймо с инициалами Каева. Вот оно на экране. В базе данных данные клеема представлены четырьмя предметами. Самый ранний отпуск это значит 1893 год и самый поздний 1902 года. Они у нас представлены в базе данных. И отдельно хотелось бы коснуться темы сопрощенных имеников проставленных на московских изделиях фирмы Карла Фаберже которые не имеют непосредственно отношения к фирме. Речь идет о сейчас выведу картинку об именике НВ. В некоторых литературных источниках озвучено мнение что на изделиях московской фабрики Карла Фаберже стояли только клеймы относящиеся непосредственно к фирме Фаберже. Но на самых ранних вещах нам вот встречался такой и встречается такой именик. Значит вот еще я сейчас сделал картинку на этой картинке набор клеем с одного предмета для наглядности я это собрал в один файл здесь развернут именик с нацарапанным инвентарным номером пробирное клеймо и соответственно сокращенный именик НВ. Это касается исключительно ранних вещей фирмы Карла Фаберже. Кому принадлежит этот именик мы пока не можем сказать надеюсь в будущем появится какая-то информация которая прояснит этот вопрос. Ну и в заключение хотелось бы сказать что анализ клеем как имеников так и клеем пробирного надзора возможен только при наличии базы данных и большой выборкой и поклеен. У меня все спасибо за внимание если есть какие-то вопросы я готов к тебе. Да. Да. Это Фаберже. Наклонность Фаберже. Вот оно как бы самое раннее то что у нас сейчас есть на данный момент из Фаберже сопрощения. Давайте посмотрим есть ли у нас еще какие-то вопросы в чате думаю что нет да вопрос собственно который был задан из зала от одного из докладчиков он был про наклонное клеймо которое интернет подтвердил да скажите пожалуйста как производится датировка вопрос ну датировка производится согласно пробирным клеймам на предмете ну это как бы один вариант то есть мы можем скажем если речь идет о каком-то периоде где допустим уже идут трехзначные клеймы мы у нас существует в базе данных отдельная информация по инвентарным номерам они в принципе очень часто помогают точно точно датировать с определенной точностью примерно даже лет два года но в основном конечно пробирным клеймам связано спасибо большое так похоже что вопросов пока нет если они понравятся мы обязательно озвучим и сейчас приглашаем с выступлением снова Михаила Феликсовича Дубровина ведущего научного сотрудника отдела научной реставрации произведений из металла Госмир кандидата технических наук его второй доклад на тему сравнительный анализ клеем московского пробирного надзора на подделку примитирующих изделия фирмы обещаем нет это не мои картинки спасибо и снова добрый день уважаемые коллеги сейчас тема доклада фальшивые клеймы пробирного надзора на изделиях имитирующих изделия фирмы Фаберже и сопутствующим пробирным клеймам надо сказать что в базе данных примерно треть клеем Фаберже является фальшивным это при том что полную фигню нам не несут особенно активно Фаберже поделывался в конце 20-го начале 21-го века сейчас этим стало сложнее и в то время как бы делалось все левой ногой и как правило проходило что в музейной практике важную роль играет экспертиза и атрибуция предметов декоративно-прикладного искусства из драгоценных металлов это необходимо как при закупке предметов для пополнения коллекции музеев так и при описании изделий учетной карточки также экспертные исследования важны и для антиквардного рынка наш институт одна из немногих организаций министерства культуры которые имеют право имеют лицензию извините на проведение экспертиз и атрибути предметов ДПИ ну как мы уже говорили что атрибуция предметов ДПИ требует комплексного подхода поэтому я на этом не буду подробно останавливаться изучение и анализ креемпоставленных предметов является одним из предисловий если они подлинные и сам предмет подлинный является одним из важных этапов исследования более даже важной роли играют именно пробирные клеймы клеймы пробирного надзора они изготавливались централизованно на монетном дворе Санкт-Петербурге и как бы так можно сказать были скандертизованы поэтому появление клейма отличается от стандарта сразу возникает некоторые сомнения и подозрения клейма пробирного надзора несли следующую информацию о месте клеймения то есть пробирного учреждения в котором был зарегистрирован мастер-изготовитель проба это количество драбных плавок в плаве год или период времени когда клеймы были проставлены следствие клейма не соответствует установленным образцам должно признавать фальшивым в отличие от пробирных клейм клейм именики имели значительное образнообразие и нам всегда могут сказать ну да это клеймо просто не знать и оно не попадалось тоже такое может быть ну и еще раз коснусь того что исследователь должен понимать о необходимости именно комплексного исследования теперь ну у меня как бы есть еще о том как создавалась база данных но об этом мы уже говорили поэтому я на этом не буду сейчас подробно останавливаться естественно возникает вопрос насколько можно доверять нашей информации ну исследование предметов в отделе реставрации металла проводится комплексно сотрудниками имеющими высшую категорию как реставраторы и как ведущие научные сотрудники зачастую решения принимаются комплексно а также при необходимости мы привлекаем ведущих специалистов из других музеев фальшивые предметы также заносят в нашу базу данных и играют тоже важный роль при определении подлинности предмета или клеем потому что появляется новый предмет и мы рассматриваем его и с точки зрения фальшивых клеем и с точки зрения подлинных клеем но опять же повторюсь что у нас все предметы все клеемы привязаны к конкретному предмету и накопленные информацию в базе данных позволяют нам в настоящее время проводить исследования не на основании знаточества и наглядности а все-таки достаточно научным способом теперь перейдем непосредственно к теме доклада вообще первый кто поднял вопрос и опубликовал это Татьяна Николаевна Мунтян сотрудник оружейной палаты один из ведущих специалистов по фаберже и у него в частности в этой книге есть целый раздел называемый фальшберже по фальшивых изделиях фаберже которые находятся в коллекции музея все они поступили так или иначе это из таможни из МВД и так далее то есть это какие-то конфискованные предметы причем приходят даже до смешного у них есть предмет сделанный фирмой Лорье совершенно замечательный предмет какие-то идиоты вырезали клейм фаберже и спаяли фальшивый клейм фаберже вещь испорчена теперь непосредственно смотрим доклад да так как фальшивых клейм много и соответственно пробирный он надзор тоже то мы решили показывать вещи где можно сравнивать между собой в частности вот на нашем листе на первом мы видим да и вместе с фальшивыми клеймами пробирный надзор мы также здесь переводим клеймы подлинные чтобы люди видели разницу между подлинным и настоящим извините между фальшивым и настоящим и вот перед нами на первом листе под номером 258 это фальшивое клеймо московского пробирного надзора видно нормально вот под ним расположено подлинное клеймо этого же периода и в общем клеймо которое здесь является фальшивым это в общем-то фантазийное клеймо то есть люди не копировали реально существующее клеймо а вырезали если так можно выразить по наитию и даже видно что вот сзади головки где должен стоять шифр пробирного через день в Москве это дельта просто вот сделан такие царапины как бы ненароком уничтоженного клейма соответственно справа стоит фальшивое клеймо Фаберже под ними расположено также фальшивое клеймо московского пробирного имитирующее клеймо пробирного надзора предыдущего периода соответствующего подлинного клейма и аналогичное клеймо фальшивого Фаберже То есть здесь мы видим, что фальшивые клеймы Фаберже в нашей базе данных уже повторяются. Следующий предмет. Здесь также фальшивые клеймы. На этом предмете дважды проставлено фальшивое клеймо пробирного надзора периода 1999-1997 годов. Ниже расположено подлинное клеймо этого времени. И, соответственно, справа мы видим фальшивые клеймы фирмы Фаберже. Вот здесь тоже очень интересный момент. Как раз он касается того, что на подлинных предметах могут стоять фальшивые клеймы. В данном случае мы не публикуем сейчас сами предметы, так как для публикации предметов мы обязаны иметь разрешение владельца. Так как часть предметов у нас от частных владельцев, то они за это время могли быть там три раза проданы, перепроданы. Мы должны знать, где этих владельцев искать. Здесь мы видим, опять же, фальшивые клеймы, причем... Да, пару слов. Здесь речь идет о чернильном приборе. Чернильница и пресс-папье. Здесь фальшивые клеймы стоят в периоды 1899-1908 годов. А если обратите внимание, здесь стоит клейма Рижского окружного пробирного управления для важных предметов. То есть эти предметы западной работы, они были ввезены в Россию, прошли через таможню после 1908 года. А ребята, которые вставили клеймы фальшивые, были малограмотные и поставили клеймы более раннего периода. Вот тоже эти же самые клеймы. Уже на другом предмете он целиком фальшивый. Следующий предмет. Здесь фальшивые клеймы периода 1908-1926 годов пробирного надзора. Фальшивые клеймы Фаберзе. Ну и, как пример, как должно выглядеть подлинное клеймо. Вообще, ну, немножко сейчас уйду в сторону. Развитие технологий современности позволяет достаточно хорошо повторять клейма. Я сейчас не буду сдаваться, каким образом это можно сделать. И у нас сейчас, конечно, будет стоять, ну, как бы сказать, большая проблема, и как отличать вот такие хорошо сделанные фальшивые клеймы от подлинных. Ну, у нас есть мысли на том, как это делать, но, тем не менее, вот такая проблема перед нами стоит. Вот здесь клейма тоже фальшивый предмет. Скорее всего, западная вещь, которую переклейнили уже у нас. И здесь мы видим разницу между фальшивым и клеймами пробирного надзора, достаточно хорошо видную. Здесь следующая картинка. Здесь мы переводим, опять же, фальшивые клеймы периода 1908-1926 годов и соответствующие им подлинные клеймы. А также для сравнения мы даем клейму подлинное Фаберже в нижней части и фальшивое в верхней части. Почему мы не даем сравнительных картинок? Клейм вдавленных Фаберже, их просто большое количество, очень тяжело сразу отдавать там одновременно несколько подлинных, чтобы показать одно фальшивое. Здесь также фальшивое клеймо периода 1908-1926 годов. И вот, если вы обратите внимание, то клеймо подлинное пробирного надзора, оно мотировано. И надо сказать, что вообще обработка поверхности после приостановки клейма может достаточно сильно изменять форму клейма и его графику, и его форму. И, наконец, последняя картинка. Здесь мы опять же видим фальшивое клеймо фантазийное пробирного надзора Москвы, подлинное клеймо пробирного надзора Москвы. И вот тут интересный момент. Но, к сожалению, я не подумал, что изображение сейчас будет даваться в зеркальном виде. Вот это клеймо... Тогда расскажу просто небольшую историю. Есть статья в журнале «Манускрипт» за 2019 год, том 12, выпуск 11, где более подробно описано то, о чем я сейчас расскажу. К нам в институт достаточно давно поступила небольшая иконка, имитирующая с эмалями, имитирующая работу фирмы Рюкерта. Это один из известнейших эмальеров того времени. Его достаточно поздние вещи характеризуются очень таким интересным декором, технологией декора. Значит, на данном предмете, который нам принесли, была имитация разрешения другой технологии, был признан, соответственно, предмет фальшивый и клеймо фальшивный. Но там клеймо Фаберже и Рюкерта одно стоит на другом. Человеку отдали клеймо, отдали вещи словами, что это фальшив, то он может спокойнее идти дальше. Но через несколько лет к нам попал аналогичный оклад в других эмалях, в других цветах, но с очень аналогичными клеймами, как на первом. И клеймы соответствовали вот той картинке, которая сейчас перед вами, клейма Фаберже. Соответственно, мы пришли к выводу, что где-то существует, ну, не знаю, подпольная мастерская, которая занимается производством подобных вещей. Но даже, когда мы стали исследовать клеймы более подробно, то есть мы сразу сказали, что это тоже фальшивство, но когда мы стали исследовать клеймы более подробно, то выяснилось, что клеймо, что одно, которое стоит на другом, абсолютно идентично стоят. Такого быть не может, если, грубо говоря, мы ставим два клейма одно на другое. Тогда мы предположили, что, по-видимому, где-то сделан специально такой двойной фальшивый планшет с двумя клеймами. Дальше, когда стали сравнивать уже простановку клеймов с собой на предметах, выяснилось, что они идентично проставлены просто. Все клейма пробирного надзора Фаберже и так далее проставлены абсолютно одинаково, что не может быть при, ну, как сказать, вольной простановке клеймов. То есть понятно, что это один и тот же предмет. Больше того, то там одни и те же дефекты мы нашли на самом предмете. То есть, короче говоря, когда мы сказали, что этот предмет является фальшивкой, его отдали каким-то мастерам, которые строили эмаль и положили новую в других цветах, ну, там были еще небольшие доработки, там были мотированы гладкие поверхности, немножко более, так сказать, пробирный клейм поставили более глубоко, но там видно при метроскопе, что там произошло сдвиг. А так все остальные абсолютно идентичные простановки клейм, невозможные в случае свободной простановки. Ну, вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать про фальшивые клеймы, представленные в базе данных. Еще раз повторю, это небольшая часть тех фальшивых клейм, которые у нас присутствуют. Так, сейчас одну минуту еще раз. Все, да. Спасибо. Если есть вопросы, готов. На самом деле, один вопрос уже есть в чате. Открыта ли база фальшивок и фальшивых клейм? В каком смысле открыта? То есть, к нам можно обратиться, ну, и проконсультируем. Обратиться с конкретным предметом. Да, да, конечно. Или прислать, по крайней мере, очень хорошие... Все дело в том, что очень часто присылают фотографии клейм в плохом качестве. И все дело... Чем еще характерна наша база данных, что мы сравниваем клеймы между собой в одном масштабе. Потому что, ну, в наших статьях приводится довольно часто два клейма проставленных с одним пуансоном. Но одно просто вот хорошо пробито и оставлено. А второе... Гладильником пройдено, зубком. И оно, конечно, выглядит разметанно совершенно по-другому. Поэтому только сравнительный анализ клея может сказать о подлинности или не подлинности клейма. Но, опять же, подлинность предмета только комплексное исследование. Второй вопрос. Катологизируете ли вы загашенные клейма как отдельная категория? У нас всего два или три клейма загашенных. Поэтому, как бы они в базе представлены, ну, они таким крестом... На клейме стоит крест пробито. У нас, по-моему, два или три клейма таких есть, но в отдельной категории они не выделены. Вопрос по поводу того, на какой адрес направлять запросы консультации. На то же самое, что... В идеале, конечно, лучше сделать, если это запрос от организации... Это письмо? Да, сделать письмо на имя директора и направить его на официальную почту института. Это info.sobako.goes.meer.ru. Ну, либо вы можете на той же почте, которая была указана раньше, направить такой запрос, а коллеги его уже передадут в секретарь, чтобы вы зарегистрировали. Общую почту института мы сейчас тоже напишем в чате. Но, собственно, да, конечно, обращайтесь, будем рады сотрудничеству. И, Михаил Филиксович, все-таки в двух словах, если можно, про тему научных исследований, которой вы сейчас занимаетесь. Здесь, собственно, у нас доклады. Хорошо. Значит, тема, которая сейчас у нас открыта в нашем отделе, это... Я сейчас дословно не помню. исследование фирмы клеем Фаберже и соответствующих им пробирных клеем. Да, должен сказать, вот в конце первого доклада я не упомянул, что мы сейчас готовим работу, аналогичную, тоже научно-практическое пособие, по московским клеямам второй половины 19 века. И, ну, надеемся к концу года как бы подготовить для макета. Единственное, что там сильно больше информации как по мастерам, по разногласиям, так и по объему клеем. Коллеги, просто я хотела к тебе добавить, что наша деятельность как научно-исследовательское учреждение состоит из некоторого количества научно-исследовательских проектов или тем, как мы их называем. Если есть желание, то на сайте института опубликованы планы ГосМИР по, собственно, выполнению государственного задания, где фигурируют названия всех этих тем. С уже завершенными исследованиями, просто иногда исследовательские работы проходят в течение двух, трех, четырех лет, по тем исследованиям, которые уже завершены, в том числе это относится к коллегам, с текстами отчетов в распечатанном виде вполне можно ознакомиться в нашем научно-техническом архиве. Соответственно, на сайте можно поискать сводные планы, там, по-моему, с 2014 года они выложены, плюс опись архивных дел, если не ошибаюсь, где-то с 80-х годов. Так что, в общем-то, наша научно-исследовательская деятельность вполне прозрачная и доступна для ознакомления, если вам хочется с такими-то темами тоже познакомиться с предметами. Ну и, в общем-то, да, Михаил Феликсович в течение нескольких лет вместе с коллегами занимается исследованием изделий из драгметаллов, собственно, клеймами, которые относятся к разным производителям. Вы сколько, получается, уже завершили таких проектов? Ну, в смысле, тем? Да, тема. Значит, у нас была тема по клеймам Фаберже в Санкт-Петербурге, и клейм-мастеров. Все дело в том, что в Москве была фабрика, и в Москве практически, вот, как говорили, мы предыдуем коллега, очень мало вещей, где кроме Фаберже есть другой имени, практически только НВ. А в Санкт-Петербурге было наоборот. Там были мастерские, принадлежащие частным лицам, которые работали на фирму Фаберже целиком, например, как Перхин и Викстрем, или в том числе на фирму Фаберже. Поэтому в Санкт-Петербурге, наоборот, вещь только с клеймом Фаберже вызывает большие сомнения. Поэтому вот в той теме мы рассматривали клеймы и Фаберже, и мастеров-изготовителей. Была тема по... Ну, собственно говоря, была тема клейма проверить мастеров второй половины XIX века Москвы и Санкт-Петербурга. Была тема по клеймам фирмы Хлебникова. Закрылась вот в прошлом году тема по изделиям фирмы Овчинникова и клеймам на этих изделиях. Была начата работа аналогичная по фирме Сазыкова. Она, по счету, Министерство Академии наук решило, что мы ее делаем не так, и нам зарубили эту тему. Сейчас мы вот ведем тему по клеймам Фаберже. Но, в принципе, учитывая, что мастеров высокого уровня в России в конец XIX века много, ну, конец XIX, даже раньше, вот там, Сазыков вообще начиная еще с первой половины XIX века. То есть мы не трогали Лориема, не трогали, не занимались Немиром Калоткиным, мы не занимались Болином, а это одна из ведущих фирм на уровне Фаберже. То есть работа у нас непочатый край. Еще плюс к этому, у нас непочатый край, вот, я имею в виду, по публикациям, по исследованиям и публикациям. Это мастера, скажем, Москвы и не только Москвы, пробирина XIX века. Кстати, вот, извините, интересное сообщение. Значит, Альберт Тотович Беккер написал статью в журнале «Манускрипт», сейчас не помню, в каком номере, он начал исследовать признаки подлинности клеем пробирина с мастеров. Все дело в том, что подлинность клеем головка, то есть периоды 1999-1998 годов и 1908-1926 годов описаны в работе пробирное дело А.Н. Иванова, сейчас не помню, как его зовут. Правда, он не говорит, откуда он взял эту информацию, но, по-где, может быть, опытным путем. Вот, Альберт Тотович исследовал клеем 1996-1995 и, если не ошибаюсь, 1994 годов Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. И выяснилось, что эти клейма имеют одинаковые, ну, как бы сказать, дефектно, это нельзя сказать, но, скажем, допустим, на восьмерках один и тот же есть уголок. Вот он, судя, один и тот же. И это один из признаков подлинности этого клейма. В принципе, у нас, как бы, тоже запланирована работа, продолжение этого, так бы, опускается, наоборот, вниз по времени, но для того, чтобы этим всерьез заниматься, нам нужно выходить на Монетный двор Санкт-Петербурга и как-то начать с ними контактировать, пока не удается. И у нас тут еще небольшой комментарий в чате по поводу открытой публикации, о том, что коллега считает, что это принесет больше вреда, чем польза. есть такая точка зрения. Мы тоже про это много думали, делать это не делать, но мы сейчас возвращаемся к тому, о чем я говорил. Современные технологии позволяют достаточно хорошо подделывать клейма. Но существует легенда такая, если люди моего поколения помнят, был такой фильм подпасок с огурцом в серии следствия «Люди знатоки», где шла речь о подделках фирмы Фаберже. впервые тогда он широко прозвучал. И там была идея, что у кого-то есть подлинное клеймо Фаберже, и вот он этим клеймом пользуется, клеймит современные вещи и их активно продает. Значит, к вопросу о подлинных клеймах Фаберже, значит, даже если они существовали, ходит легенда, что Ленин Арманду подарил подлинные клеймы Фаберже. Значит, по информации, которая существует о фирме Фаберже, они достигли такого уровня, что у них лучший клеймо выдерживает 6500 ударов. Но даже если мы будем считать, что на предмете ставится только одно клеймо, а на самом деле бывает и несколько этим планшоном, ну, значит, можно было сделать 6000 ударов. Значит, клеймы были даны уже не нового. Количество подлинных субъектов значительно превращает 6000 предметов. И второй момент. Вот, кстати, вот когда я показывал выпуклый клеймо, Фаберже, где фальшивое клеймо стоит 1908 года или позже. Так вот, эти подлинные клеймы Фаберже этого периода кончаются, если не ошибаюсь, с 1996 годом. Позднее их не было. То есть, мы сталкиваемся с тем, что кроме того, чтобы иметь подлинные клеймо Фаберже, нужно еще знать, какие этому соответствуют подлинные клеймы пробирного надзора. А то, что, возможно, мы ухудшаем Фаберже, да, возможно, мы все ухудшаем. Причем, да, на разными способами. Спасибо большое, Михаил Феликсович. А пока вопросов больше нет, если появится, мы можем обсудить в самом конце. Собственно, у нас остался последний доклад, и мы приглашаем выступить Маргариту Николаевну с условного художника-реставратора второй категории предметов декоративно-прикладного искусства из Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Проклад на тему атрибуция ранее неизвестного имени к мастера, связанного с фирмой «Братьев Брачевых». Проклад на тему Добрый день, уважаемые коллеги и слушатели. Начинается этот доклад, который называется «Атрибуция ранее неизвестного именика-мастера связанного с фирмой «Братьев Брачевых». К сожалению, в богатейшем наследии русской художественной культуры 19-го начала 20-х веков имена многих мастеров неизвестны. Литературных источников крайне мало информации доказательной о них и мало веков. одна из задач исследовательской работы по российским клеймам на изделиях ДПИ тракт-металлов это определение этих имен. В частности, нам удалось определить и уточнить несколько имен на это лишь капли в море. Для устранения нехватки аргументированной информации в Госмире создана научная база данных российских клейм на изделиях декоративно-покладного искусства из драгоценных металлов в конце 17-х и начало 20-х веков. Далее буду о ней говорить как о базе данных. Все предметы ДПИ из драгоценных металлов поступающего в отдел темным образом заносили базу данных. В 2010 году в отдел научной реставрации металлов в Госмир поступили стояну двух баз. Согласно проверенным кремам они изготовлены в Санкт-Петербурге в 1893 году из серебра 84-й пробу. Стеклянные тарелки были утрачены в процессе бытования. Предметы выполнены с использованием лития, чапанки, пайки, с применением, сессарной обработки и монтировки. В результате комплексного исследования предметы были признаны подлинными. Информация о них была занесена в базу данных в папке в соответствующем номерам. С точнее, что информация о владельце крема имени КМГ отсутствует в литературных источниках. На слайде мы можем посмотреть кремы, которые были проставлены на внутренней поверхности основания стоянок каждой вазы. Первое кремно развод кремно имени Грачев по знакам поставщика императорского двора. Далее кремно имени КМГ в овальном щитке Братское кремно города Санкт-Петербурга с указанием Проба 84 и кремно города Санкт-Петербург с именником АЭС пробирного мастера Севьера Александра Томаса с указанием дата 1893 год и Проба Серебра 84. На другом стоянии вазы крема доставлены аналогичные. Можно с ними ознакомиться на слайде. Проанализируем информацию содержащуюся в клеммах имениках которые мы видели. Информация о мастерах кремном именихом МГ в главальном щитке в наиболее фонной литературе о клеммах имениках нет. Согласно кремам стоянные этих фаз изготовлены на фирме фабрикант серебряных и золотых изделий Грачев основателем которой был Гаврил Петрович Грачев у фабриканта были сыновья и один из них Михаил он был продолжателем дела отца и в 1888 году получил золотую медаль на Станиславской ленте за участие в выставке в Копенгагене на этом этапе изучения мы предположили что кремой именик мастера может принадлежать одному сыновьё и одному сыновьё Гриэлла Петровича Грачева именно Михаилу в 2015 году в отдел металла поступили 18 столовых ножей из музея заповедника Царицына с носомными серебряными ручками и лезвиями из чёрного металла комплексное исследование показало что предметы подлинны и относятся к концу XIX века информация о них также была занесена в базу данных под соответствующими номерами давайте рассмотрим поставленные кремы на серебряных ручках и лезвиях столовых ножей вот мы с вами видим на слайде кремы которые поставлены на серебряных ручках это кремой имени ГМГ которые поставлены на всех 18 столовых ножах именно на серебряных ручках а городской племот в городе Санкт-Петербург с указанием проба 84 также поставлен на всех шейках ручках а вот знак поставщика императорского двора в виде угла в овальном щеке поставлен только на 8 ручках теперь посмотрим на да также нужно сказать что на шейке ручки мы не видим развертое клеймо фирмы потому что отсутствует места для его постановки теперь посмотрим на клеймо на лезвие из черного металла на всех 18 ножах стоит клеймо именик вырыпаев под знаком поставщика императорского двора и только на 13 клеймах поставлено клеймо имбрачок с другой стороны и на 5 лезвиях поставлено клеймо братья брачова сравним клеймо именики которые поставлены были на стоянках двух вас и серебряных ручках соловых ножей мы сравнили и пришли к выводу что приклемение имеников используют два различных куансона с размерами рабочей части 2,4 и 3,6 мм на исследуемых предметах клеймо именики совпадает как по размерам так по графике и размерам букв следовательно именики поставлены одинаковыми куансонами из чего мы делаем вывод что проставлены клейма могут принадлежать а вернее принадлежат мастеру изготовителя Михаила Гавриловича Грачеву который с 1888 до 1918 года числится мастером и сооснователем фирмы братья Грачева фабрикант серебряных изделий в городе Санкт-Петербург ознакомимся с историей фирмы серебряных и золотых дел Грачев в 1866 году Гаврил Петрович Грачев основал фирму фабрикант серебряных и золотых изделий Грачев в Санкт-Петербурге в 1873 году Гаврил Петрович умирает и его дело продолжают сыновья Михаил Григорий Семен и другие отпуски в 1889 году сыновья Гаврила Петрович и Грачева открыли собственную мастерскую В 1992 году Герва получила звание предборного поставщика и право ставить знак в виде глава орла В 1995 году сыновья переименовали фабрику отца на братья Грачева фабриканта серебряных изделий В 1901 году звание поставщика высочайшего двора было подтверждено Но 2 марта 1918 года закрывается фабрика братья Грачева фабриканта серебряных изделий изделий сведя воедино все указанные выше момента мы пришли к виду что ручки столовых ножей из столяна двух вас изготовлены фирмы золотых серебряных изделий Грачевых а сами принадлежат Михаилу Гуриловичу Грачеву учитывая что в 1892 году фирма Грачевых получила право поставлять на изделиях подверное клеймо в виде знака сощиха императорского двора то восемь столов ножей с данным клином мы можем датировать не ранее 1892 года остальные же будут датироваться с 1888 по 1892 годы проведенные исследования показывают что клиной иммуник МГ принадлежит Михаилу Гуриловичу Грачеву который с 1888 до 1918 года числался мастером и сооснователем фирмы братья Грачевы в корреканте серебряных изделиях в городе Санкт-Петербург итоги нашей исследовательской работы позволят экспертам атрибутировать предметы изготовленные петербургским мастером с иммуником МГ в овальном щитке как изделия в фабрике Грачева однако в богатейшем наследии русской художественной культуры 19 века имеется много неизвестных мастеров которых необходимо открыть для истории депротивного приколного искусства на этом все спасибо за внимание если есть вопросы задавайте пожалуйста спасибо большое за доклад новых вопросов в чате нет Михаил Алексеевич вы хотите что-то добавить хорошо коллеги тогда еще раз просто повторю что мы открыты к сотрудничеству больше того одним из недостатков нашей работы является то что мы не исследуем то что мы хотим а исследуем то что так или иначе попадает в отдел либо это какие-то работы с музеем например в прошлом году мы приводили в порядок 42 предмета из музея из дома музея Гоголя который они закупали и атрибутировали таким образом вещи попадают попадают вещи когда предмет когда она приносится на экспертизу бывают что просто люди из дома там говорят слушай у меня ложка есть тебе надо потому что даже ломаная ложка с точки зрения информативности в базе представляет больше интерес чем Фаберже просто в силу того что ломаную ложку вряд ли кто-нибудь будет подделывать а Фаберже постарается больше того у нас запланировано если мы сможем закупить оборудование позволяющим проводить исследования на выезде тогда мы будем просто связываться с музеями предлагать им сотрудничество для того чтобы обрабатывать их коллекцию в одном из музеев когда я читаю учетную карточку предположительно время изготовления 1893 год говорят почему предположительно можно сказать 93 год но нам сказали что могли фуансоны использовать несколько лет нет фуансоны использованы в 93 году в конце начале 94 года сдавались на утилизацию то есть если год стоит 93 значит и вещь кельнилась в 93 утилизации ну вот собственно да так что коллеги мы будем рады сотрудничеству пока что скорее всего в форме ваших визитов к нам совещаем вместе но в общем мы конечно стараемся расширить возможности и работаем в направлении того чтобы работать и проводить консультации и выездные но пока что все таки скорее всего придется вам приехать к нам допустим чему тоже будем очень рады на самом деле оборудование не транспортируем пока нет но мы собственно над этим работаем а пока у нас проходит такая работа будем рады видеть вас в стенах института еще раз быстро напомню несколько моментов для того чтобы получить научно-методическое пособие о котором мы сегодня говорили нужно написать на адрес электронной почты который в самом начале чата сейчас я его еще раз озвучу 113 металлсобака с одним да металлсоднимейлсобака gmail.com это первый адрес туда собственно можно обратиться со всеми вопросами непосредственно к сотрудникам отдела кроме того если вы договорились или хотите договориться об официальной консультации тогда придется написать еще дополнительное письмо от организации на нас на госмир как на учреждение для этого лучше использовать второй адрес это инфособака госмир.ру ну в общем по любому из этих двух адресов мы постараемся вам помочь научно-методическое пособие доступно в бумажном варианте и будет доступно в электронном варианте поэтому будем рады если оно вас заинтересует и также в самом заключении уже хотела сказать что мы будем рады с вами встретиться еще в четверг в этот четверг в 14.00 пройдет второй научно-методический семинар который посвящен выпуску еще одного пособия который называется экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства семинар будет посвящен в основном исследованиям произведений живописей и мы будем очень рады вас видеть на нем анонсы в этом семинаре размещены на сайте и в соцсетях регистрацию точно так же через таймбер всем большое спасибо за еще один вопрос скажите пожалуйста везли консультации пока не практикуются но пока с этим действительно есть сложности потому что коллеги фотографируют клейные пока что у нас оборудование стационарное но давайте искать какие-то выходы из сложившейся ситуации может быть вы что-то сами сможете привести с какой-то оказии выставок или каким-то другим случаем спасибо если у нас больше нет вопросов подскажите пожалуйста так вопрос на второй семинар закрыта регистрация можно еще зарегистрироваться на него пришлите на адрес инфособакогосмира .ру запрос я вам вышлю прямую ссылку спасибо спасибо за выступление всем поклон всем со святой земли спасибо большое